Дифференцированным внесением удавлений Сегодня у меня достаточно содержательная презентация, я буду идти быстро по слайдам, говорить тезисно, если что-то останется нераскрытым, давайте после конференции тогда об этом подробнее поговорим. Значит, о чем уже говорили коллеги, мало корреляции между классическим агрохимическим обследованием на любой элемент и практической зоной продуктивности. То есть практически никогда совпадений нет с тем, какая у вас выраженность на поле и как у вас выглядит агрохимия на нем. Мы делим, скажем так, лимитирующие ураженность факторы на три таких основных группы. Значит, это управляемые, регулируемые и нерегулируемые. Управляемые – это у нас недостаток элементов питания, при уплотнении, то, что мы быстро можем устранить и быстро на это повлиять. Регулируемые – это такие факторы, на которые мы влиять можем, но происходит это не быстро, это происходит за несколько агросезонов. А нерегулируемые факторы – это факторы, которые мы должны понять, учесть в работе и подстроить свою агротехнологию под это, подстроиться под них, да, с тем, чтобы улучшить свой экономический результат. Более половины продуктивности зависит от того, как у вас распределяется влага по полю вследствие микрорельефа поля. И причем этот микрорельеф, он важен не только поверхностный, но и внутренний. То есть надо понимать, как у вас представающая порода располагается, где у вас друнтовые воды залегают. Причем, ну, надо сказать, что эта история, она может работать как в плюс, так и в минус в разных регионах. То есть в влажных регионах накопление влаги в низинке – это минус, а в сухих регионах накопление влаги в низинке – это плюс для зоны. Поэтому учитывать это распределение надо еще, ну, с пониманием зоны, в которой мы работаем, да, и ее особенностей. Ну, и когда мы уже понимаем это, у нас есть вот такая карта продуктивности на основе комплексного обследования, агропредприятия, эти зоны нам ясны. Как мы можем с этим работать? Мы можем перераспределять удобрения, о чем уже сегодня говорилось. Разбрасыватель при переходе из зоны в зону меняет норму. В разных зонах мы работаем с учетом этой продуктивности. Это опыт, заложенный в Саратовской области с разными нормами минерального питания в разных зонах. И мы видим, что в красной зоне при повышении нормы мы практически не видим никакого результата. То есть мы вносим удобрения, зона не работает. В зеленой зоне мы вносим удобрения, зона до определенного момент работает. Но опять, когда мы выходим на 320 литров по кассу, мы видим, что результат у нас уже резко снижается. И экономическая эффективность такой нормы, она становится под вопросом. И мы в итоге рекомендуем хозяйству наиболее экономическую эффективную норму в зеленой зоне 240. Но в красной зоне у нас наиболее экономическая норма, эффективная 128 по данному конкретному полю. Ну и по группе полей, когда мы это анализируем, мы понимаем, как вообще оптимизировать питание в этом конкретном объеме предприятия. Но в этом сезоне мы начинаем все больше и больше уходить в другие продукты. Потому что с дизне сения мы всегда рекомендуем начинать. Это первый эффект и самый наилучший эффект от него. Но в этом году уже у нас много хозяйств работает по дипосеву. Вот пять хозяйств разных регионов страны. Это Золотая Нила, Тамбов, Бирюков, Саратове, Август-Аград, Торстан, Юбилейный в Тюмени, ТДИК, тоже Саратов. У каждого из этих агропредприятий есть экономический результат. Мы можем его обсудить в личной беседе. Ну и порядка тысячи рублей на гектар, там вокруг этой цифры он крутится. Следующий эффект, который мы можем получить от точного земледелия, мы можем получить эффект понимания не только неоднородности внутри поля, но и неоднородности между полями. Отретинговать эти поля, понять на каких мы лучше должны работать, точнее говоря, более интенсивно, более дорогими сортами с большим применением минеральных удобрений. На каких полях мы можем применить менее затратные культуры и, соответственно, меньшие риски понести на этих полях, потому что они значительно менее продуктивны. Развивая эту историю, можно составить вот такие вот карты пригодности под культуры. Это конкретно карта пригодности под сахарную свеклу. И мы видим, что некоторые поля здесь не подходят для выращивания этой культуры. Соответственно, мы видим, что на таких полях можно получить, то есть можно получить на этих полях серьезные убытки, потому что сахарная свекла, культура высоко затратная своим культивированием. Это еще одна такая история, которая тоже проявилась в этом году у нас ярко. Мы понимаем, что у нас не только мы можем вот этот селооборот управлять и по полям, мы понимаем, что если на каких-то полях выделяется явно какая-то красная зона, подвергающаяся отмежевыванию, мы можем ее, ну, просто изменить границы полей и изменить все, вооборот, уже в рамках этих полей. Но это вот опыт конкретного клиента. Мы видим здесь на левой части снимка явно красная зона. Она была связана со склоном и со смытостью на этом склоне. Вот, правая часть поля хорошо, продуктивна. Вот, и мы разделили это поле на две части, поменялись его оборот. В правой части будет дорогой гибрид кукурузы, в левой части будут там многолетние травы или что-нибудь, как он будет. Еще один эффект от нашего обследования – это понимание степени переуплотнения по полям. То есть мы можем определить в результате обследования, какие поля нуждаются в разуплотнении. Более того, мы можем это определить в цифрах. То есть мы можем видеть нижнюю границу кожной подошвы, верхнюю границу кожной подошвы. И, соответственно, на основании этого понимания мы можем выстроить свою стратегию почвообработки на годы вперед и понимать, на какую глубину и в какой последовательности нам надо разуплотнять наши поля. Это опыт, заложенный по глубоко рыхлению в конкретном хозяйстве. Вот это полоса, это полоса прохода глубоко рыхлителя и полотайгер на глубину глубже 40 Сейнычевского. Мы несколько лет в динамике наблюдали это поле. То есть есть снимки за разные годы индивиара, когда мы видим, что эта полоса, очевидно, выделяется по индивиару. Есть отдельно замерленная урожайность, то есть урожайность в рамках прохода глубоко рыхлителя и урожайность за границами прохода глубоко рыхлителя. И вот разница на этой урожайности в 3 года дала нам прирост в цифрах, давайте почитаем, 32, да, плюс 6, ну, 38 тысяч почти. В 3 года. То есть я в обороте подсолнечник, пшеница-пшеница. Вот. Ну, то есть это достаточно серьезный такой эффект. Ну, собственно, если вы задумываясь о том, чтобы начать работать, да, с чего надо начать, надо выбрать какое-то отделение, дать нам электронные карты, мы встретимся, ну, проанализируем первичную эту информацию, встретимся с вами, обсудим, заключим договорное обследование. Соответственно, уточним ТЗ, потому что у нас, мы видим, мы можем сейчас не только технесение углублений делать, мы можем делать много чего, и надо уточнить, чего нам нужно делать в конкретном агроботприятии. Вот. Ну, и дальше мы внедряем все эти продукты уже в практическую деятельность после обследования, когда у нас есть зона и точное понимание ваших земель. Это еще одна табличка с экономическими эффектами, нам ее посчитали сторонние консультанты, то есть мы дали данные нашего оплата, то есть это даже не наши цифры, но вот это тот эффект, который на разных культурах мы получили в разных регионах. Здесь как раз речь идет о технесении углублений и семян. Здесь нет дополнительных эффектов, которые у нас сегодня в презентации присутствовали. Все, коллеги, у меня все. Спасибо. Готов ответить на вопросы. Скажите, вот такая тема, красные зоны. Если брать сельхозпредприятия, СПК, где не отмежевана земля пайщиков, то это сигнал, поскольку развивается эта тема активно, то это сигнал для крестьянина быстрее забирать свой пай и отмежевывать его, чтобы в красной зоне не остаться. Михаил Васильевич, у меня сегодня нету слайдов в презентации, но вы, как всегда, зрите в корень, потому что есть у нас один такой пример, когда есть карта поля, она делится на две части. В нижней части зона продуктивная, в верхней низкопродуктивная. И по кадастровой карте это поле размежевано было, и верхняя часть поля была продана фермерам Холдинг. Фермер знал просто по опыту потенциал своего поля. То есть он же видит это глазами. То есть кто на земле работает, зоны эти видны, в принципе, глазами. Вопрос в том, чтобы технологически расчертить в рамках больших проектов. Вот там четко хорошая зеленая зона была отмежевана фермером и оставлена себе, а плохой участок продан в Холдинг. То есть немножко обратная ситуация получилась. Но в целом, да, это позволяет управляемо выкупать паи, продавать паи, покупать земли, оценивать их на эффективность и так далее. То есть это становится более прозрачным. А к вам обращаются при покупке земли, если кто-то купить хочет участок земли? Да, да, да. У нас есть даже отдельный такой продукт. Мы тоже осознали, что в этом есть ценность для фермеров. Где-то года полтора назад и вывели это в отдельный осмеченный продукт, оценка земель. И его используют как на этапе продажи, так и на этапе покупки, так и с целью оптимизации деятельности на земле в целом. То есть даже если не хотят люди продавать, просто как стратегию выстроить лучше, можно понимать некоторые аспекты, которые наше исследование в себе содержит. В зале есть вопросы? Пожалуйста. Подскажите, пожалуйста, на каком основании вы предлагаете делать историю этого нежелания? То есть какие причины должны сложиться для того, чтобы воздерживать поле? Это на самом деле очень глубокий технологический вопрос. У меня там есть штук 20 слайдов, которые его раскрывают. Я не думаю, что Николай Васильевич разрешит мне это все показать. Вопрос в том, что есть определенная технология диагностики полей, которую, ну, это наша внутренняя технология, но мы ее раскрываем на вебинарах наших. Приглашаю, кстати, вебинары для НОТРУ. Все, кто в зале присутствует, можем рассказать в личной беседе на стенде. Она основана на анализе 36-летней истории и группе полевой аналитики, лабораторной аналитики. На вот этом основании у нас в итоге получаются зоны продуктивности. На основании этих зон продуктивности мы можем такие рекомендации обладать. Я понял. Смотрите, просто к чему вопрос я сейчас задал? Я все эти методологии знаю, и мы также можем проработать, но у меня вопрос к чему. Размежевав поле на этого участка, соответственно, мы будем вести разный севооборот. На одном, по сути, на одном поле, если его... Микрофон только. На одном поле, если оно там обусловлено определенными факторами, что есть там в, скажем так, землеустройстве. Так вот, это первый вопрос, который... Мне немножечко не понять. В чем вопрос-то? Я не понял вопрос. Вопрос в том, какие могут сложиться, скажем так, из-за чего вы можете разделить поле пополам? Это... Из-за того, что разная продуктивность одной зоны и другой. Правильно. Соответственно, вы дальше пропагандируете историю, что в плохих зонах, нужно обязательно давать меньше удобрений. То есть, по сути, агрофон, который и так низок, его и щелкают. Мы пропагандируем историю, что нужно умно и рационально определять дозу удобрений для каждой зоны и не давать удобрений там, где они не работают. Мы не говорим о том, что нам надо убрать удобрения из красной зоны и ее не удобрять. Мы говорим о том, что нам надо дать корректировку по норме удобрений из красной зоны, потому что мы туда носим те удобрения, которые там не устребованы на стене. Это давний спор по поводу того, что кормить слабые зоны и как довести их до уровня средних и даже высших. Компания Агронолд придерживается другого и это как раз... Я, хоть и не великий специалист в этом, я тоже придерживаюсь этого мнения. Потому что не в конях корм будет. На самом деле это речь о более широких вопросах. Если мы возьмем структуру любой книги под названием «Система землетелия», который раньше разрабатывался регионально и под конкретное хозяйство, мы в магистратуре все обтимиряйте включили четко те... То есть сначала мы начинаем с агроклиматических условий, потом опускаем на уровень почвы геологии, потом мы идем по структуре пассивных площадей. У нас там уже сил ворот другой может быть. Если там не растет ничего, кроме озимого рыжика и озимый рыжей, например, смысл какой-то там сеять кукурузу, какой ценой пассивную единицу. Дальше идет почвообработка, дальше идет систему удобрения, дальше идет сорта, светлощита. Вот это все складывается. Когда у Герберта Лиса, Германия, человек 25 лет занимает срочность недели, два года подряд случилось засухой, вместо 8 тонн запланированных стал получать 4 тонны, он пересмотрел всю программу питания и уменьшил нормы. Потому что он сказал, я не верю. Если два года уже случается засухой, а может и следующий год случится, я не выкину, если я столько буду вносить затраты. Поэтому вопрос гораздо более широкий, он не такой, как, сказать, легкий и простой, так можно казаться, на первый взгляд. Но достаточно взять, не знаю, там, система землетелия там в Благоградской области. Там, в принципе, достаточно структурно все это описано. В региональном аспекте можно много нового открыть и вот этот спор, ну, там, вкладывать деньги в более перспективном сотруднику или в того, которому начать. Нафиг ничего не надо. О чем он вообще говорил. Спасибо. Позвольте, я тоже пару слов скажу. У меня пока еще голос не совсем пропал. Коллеги, вот, ну, многие здесь агрономы или близко к этому люди. Вот, смотрите, ну, на мой взгляд, несколько промечу иногда опираться на только на снимки, да, где зеленее. Это, как минимум, можно очень серьезно вести заблуждение себя, ну, и тех, кто, собственно, оказывает услуг еще и клиента. Потому что, поверьте мне, многолетние опыты, в том числе, в которых я вечно участвовал и организовывал, показывают, что загущенность, озеленение, какой-то там индекс озелененности, да, вегетации, там, в том числе, там, NDI, не всегда показатель более высокого плодородия. Очень часто мы видим, особенно вот на юге, где недостаточная увлажненность, выигрывают в урожайности поля, которые на NDI иногда выглядят хуже, и участки соответствующие, да. Поэтому вот в этой игре в кальмарах, красное и зеленое, да, я предпочитаю все-таки подключать, ну, и рекомендую, да, подключать все-таки карты урожайности, потому что это все-таки более объективный показатель фактического, как считает Энтера, как ваша продуктивность, да, или там более классического понятия плодородия. И то, и другое живо, но, пожалуйста, коллеги, не забывайте, что все-таки квинтэссенцией является карта урожайности. Она объективнее всех абсолютно вместе взятых индексов, показывает результативность той или иной технологии, того или иного технологического приема. Спасибо. Спасибо. Я знаю, что здесь присутствуют партнеры ваши, да, Денис? Да, но мы видели компанию «Разагра», у которой уже 85 тысяч вектар, насколько я знаю, да, Алексей, под наши технологии. Вот, а если бы они поделились опытом, было бы, конечно, здорово. Может быть, несколько слов. Алина, микрофон дайте, пожалуйста. Это самый большой в России хоем, который дифференцированно вносит себя на задостат. Доброе утро. Добрый день уже. Дорогие гости, коллеги. Парусу скажу, ну, с чего мы начали, почему вы вообще сюда пришли, и вот Алексей там упомянул, Евгения, Анигин Дача, Ростовый. Ну, там я не так выступал, по-моему, я сказал о том, что, по-моему, в 16-м году мы были... Роман Петрович Бондарев, операционный директор ФЗА. Да, в Северной Дакоте напротив нескольких фирмеров и, ну, мы обсуждали там технологии в Северной Дакоте. Не похоже на наши, конечно же, но они говорят, слушайте, из-за вас, ну, у меня, я представляю, Россия говорит, из-за тебя, говорит, мы не можем зарабатывать деньги здесь на пшенице, но при себестоимости там в тот момент 120-150 долларов, а при нашей себестоимости на тонну где-то в тот момент 50-60 долларов на тонну. Ну, при урожаемстве может быть разное, может быть, чем-то 7-3 тонны, разное может быть себестоимость, соответственно. Ну, естественно, у нас были разные совершенно весовые категории. И я понял, мне пришла мысль в тот момент, что у нас, возможно, есть лет 10, чтобы что-то сделать, чтобы мы смогли конкурировать с ними дальше, потому что такие шоколадные годы, как сейчас, как в тот момент были, они вечно не будут, не продолжатся. Но это как бы про все, вот сейчас очень популярное слово «история», все повторяю, про эту историю, да. Но благодаря правительству наши годы срок этот сокращается, и они опередили моим посидиморством в тот момент. Скорее всего, может быть, у нас еще меньше времени осталось, чтобы все это раскрутить, и все это заработало. Парусом скажу, как это работает вообще, в принципе, для нас. Ну, сначала кто-то, я просто говорю про фермера, да, там, какого-то фермера, там, Иванова Иванова еще. Сначала он позвонит в эту компанию, ну, допустим, Агроном. Допустим, я не рекламирую Агроном, хотя мы с ними работаем, да. Естественно, ему там предложат сервис по проведению зонирования, это займет какое-то время, и после этого нужно будет работать. Ну, сначала, наверное, купят разбрасыватель. Я так думаю, что это самый дешевый путь с разбрасывателем, с дефнесением. Либо доработает существующий свой разбрасыватель до дефнесения. Сейчас уже есть такие компании, которые дорабатывают существующие оборудования. Затем он, конечно же, должен оценить результаты и оставить контроль на контроле, да, чтобы он увидит, он увидит, что это работает. У нас это работает. Я сразу скажу, что это работает. Я не хочу сейчас говорить цифру каким-то, бросаться там, значит, такими какими-то лозунгами, но это работает. Самое главное, чтобы вы хотели, чтобы было желание, чтобы он заработал, честно говоря, потому что от этого основная проблема, что заказчик, он что-то закажет, увидит, ему что-то понравилось, а потом довести до конца, не в силах выстроить. Значит, абсолютно точно, что если вы большое хозяйство или большой охотник, вам придется делать диспетчеризацию, вам придется создавать центры. А вам надо будет сажать сотрудников, которые будут смотреть в эти мониторы, которые должны будут, независимо от агрономов, это очень важно, вот тут как раз выступал я, забыл, как вас зовут, но вы очень правильно сказали, что это нужно делать надстройку над агрономом, потому что агроном, он не любит этого. Но он с этим, конечно же, должен жить. Он с этим смеется, в конце концов. И дальше больше появятся комплексы посевные, потому что технология, эта технология, она не нова. Я не услышал, что в 2000 году, не будучи подпозником в тот момент, от одного французского агроному Молотова, который был в Канаде. Кстати, мы начинали ее испытывать с Farmers Edge, это канадская компания, мы что-то слышали про нее, мы убедились, что их, методы, ну, мягко говоря, поездки. И вы соберет учились на более глубокие, подключайские, научные, проработанные методы. И вот с Алексеем, который здесь сидит, мы достигли каких-то результатов. Ну, не агитируем, но говорю просто из опыта, что это действительно работает в таком стиле. Спасибо. Спасибо, Роман Петрович. Роман Петрович, большое спасибо. Додавлю еще, что мы с 2017 года с компанией от Zagra, то есть уже трехлетний цикл, мы прошли тестирование технологии, и результаты в трехлетнем цикле. Можно вводить комментарии еще на этом поводу? Олег Юрьевич сказал, что квартира не выражается. А вот, врач, а сколько у вас сейчас системы квартиры? Не можешь сказать количество комбайнов? Ну, конечно, хочется все копировать, это услуга не дешевая, понимаете? 300 тысяч у нас стоит. Да, но дело в том, что... 300 тысяч, да, у вас стоит? 300 тысяч. Ну, это не дорого, кстати. Если брать с другими ребятами, мы оценивали, по-моему, в 10 тысяч долларов. Если у вас и машет, то это не так дорого. Но, понимаете, мне кажется, нет смысла все комбайны копированием, потому что зоны, они не меняются. Есть динамика зон, но она не в такой скорости, чтобы нужно каждый год было ее корректировать. И потом ты из-за этого не убонишься, ты все равно можно вводить какую-то среднюю средину. Ну, и... Ну, скажу, что в красных зонах мы убедились, что не нужно вносить зону. За три года мы это увидели. Большой вопрос, как будет происходить это на многолетнем плече. То есть то, что произошло за три года, не факт, что это будет через 10 лет. Вот это мало кто знает. Но вы знаете, мы в Бразилии вот были с ребятами, там институт у них, они очень... Ну, в Бразилии, кстати, сельское хозяйство, это только 25% ВП, поэтому для них это, грубо говоря, не тяга для нас. И там уже институты большие работают, но ребята много вкладывают денег и создают большие там центры научные. И говорит, что мы... Мы рассказали с профессором, он 20 лет занимается точным длиннедельным именно технологией ДИФ. Он говорит, что есть люди, которые пытались повлиять на зону разными, механическими, химическими способами. Но в итоге природа забирала свое. Вот это важный фактор, который мы учитывали дальше в своей стратегии. Потому что, ну, смысл, для этих цепей, ребята уже два сет пытались это делать. Поэтому здесь, ну, как бы так. Как бы кто что хочет, конечно, но вряд ли красная зона станет у вас зеленой. Аман Петрович, ну, на мой взгляд, очень важно хотя бы вот по циклу севооборота зерновые, подсолнечник, те, у кого есть кукуруза, свекла, посмотреть на каждую из культур, как проявляется уровень урожайности и сделать, естественно, выводы на основе более объективной картины, которую рисует именно карта урожайности. Вот. Пренебрегать какими-либо другими инструментами, проверенными годами, конечно же, тоже не стоит. Но вот это, на мой взгляд, одна из отправных точек и, конечно же, на всех полях. Вот здесь я вот в корне с вами не соглашусь, вот и у ребят подход такой, что надо померить везде. Так же, как там лет 10 назад всем предложили перемерить контуры полей, да, и вдруг где-то нарисовалось там полторы-две тысячи лишних гектаров. Вот та же самая ситуация сейчас с уровнем урожайности, который в разных зонах разный, где-то стоит вкладывать в удобрения. А сейчас это прям вопрос, наверное, номер один. То есть вот каждый второй запрос в течение сегодняшней выставки, вчерашний, имею в виду, та, которая проходит сейчас, это именно картирование урожайности как инструмент для дальнейшего принятия решения о том, сколько необходимо удобрения давать и куда стоит, а куда нет. Олег, напомнил, квартир 3, когда я сижу в кофе, подходит ко мне Гоша Куценка, я ему говорю, Гоша, я, у меня, 4 фильма, Гоша там 40 год, Гоша работать надо. Горзаграм больше 20 пикамбайнов с квартирной урожайностью. Конечно, все правильно вы говорите, но вам принимать решение нужно сегодня, покупать, а ты не покупать. А закортируешь ты сможешь только в следующей осени. Вот как тут быть? Если не начать это делать сегодня, то это будет, когда еще через год. Коллеги, можно добавить, что еще есть на эту тему одна мысль. Мы как бы тоже наблюдаем, что с системами рекортирования все-таки мне начинают пользоваться, и это нужно делать, точность земледелия должно остановиться на точных данных. Но чтобы пользоваться этим, как с зонами, нужно накопить эти карты картирования за какой-то период времени, потому что зоны, они не статичны каждый год. Они меняются от года кода, и нам нужно принимать решение о зоне на каком-то длинном периоде времени. И, соответственно, чтобы это у нас стало инструментом принятия решения о нормах или территориальной распределения, нужно накопить вот эту информацию в каком-то временном периоде. У нас есть такие клиенты, у кого уже там и 10, и 11 лет эта информация собирается, и тогда это становится мощным инструментом. Начать я хочу со вспоминаниями перед Новым годом, 31 декабря, когда мы отмечали все Новый год. Был очень такой популярный ролик на ютубе, там была такая песенка, это был дежелый год, был он не такой, как тот, и так каждый год. Вот мы все смеялись, радовались, в общем-то понимали, что это про нас. Но есть какие-то вещи, вот я много работал консультантом в праздневодстве в самых разных регионах, когда вы приезжали на Урал или Антайский край, там, Новосибирская область, нам всегда говорили, что вот там у вас в России, там у вас за Уралом, там такая история, а вот здесь вот у нас совсем другая история. Но венок такой же, вот вы и такой же. Зерновые также не любят, когда их сеют на 5-6 сантиметров. В России было сохранено, в первую очередь, на предприятиях двойного назначения, достаточно серьезная кадровая база конструкторов, алгоритмистов, математиков, программистов, СУТПшников, связистов. У нас есть хорошие возможности, по крайней мере, на своей территории сделать какие-то, ну, такие вещи, на наш взгляд, адекватные, корректные, если не сказать справедливые. И вот три основных рамки, которые мы, наши команды поставили, на которые мы работаем, которые приглашаем вас участвовать, если вам это интересно, это повышение экономической эффективности производственной, повышение производительности труда. Это, ну, в России-то не всегда у нас хорошо с этим. И вторая, и третья рамка, это повышение экологической стабильности той территории, в которой мы работаем. Нет ничего сложного выращивать седираты, ничего сложного делать, какие-то простые вещи, чтобы там, ну, не сдувало сахарную свеклу там, на десятки миллионов долларов ежегодные. Ну, какие-то вещи, которые не требуют изменения там колоссального парка техники или каких-то там бешеных затрат. Вот, но когда я с вами там серьезный агрохолдинг из колористов, общаемся, на говоз надо вносить, я говорю, да, вы можете посеять, у вас уборка заканчивается в середине июля, вы можете посеять нам вторую культуру и посеять седираты. Она говорит, Лешенка у нас говорит, это штаб, не знаю, 500 рублей на гектар семена, мы их посеем, если мы их убирать не будем, нас же финансисты закопают здесь. Алексей Владимирович, минутку. Да. Я должен перейти презентация и я быстро можно с вами. А как листать? А как листать? Ассоциация электрон-агро, как следует название, объединяет производителей и разработчиков российской отечественной радиоэлектроники и программного освещения для цифровизации растеневодства, животноводства, зданий, сооружений для агромониторинга. Ну и одно из наших новых комитетов это создание роботов. В ассоциацию входит сейчас 44 завода. Флагман наш это Петербургский тракторный завод, президент ассоциации, является генеральным директором Петербургского тракторного завода. В ассоциации вошли предприятия сельхозмашин в стране, такие как Пегас, Агроцентр, Точная Семьедель, Агросоюз. И сейчас мы активно приглашаем для того, чтобы ассоциация стала межведомственной, мы приглашаем агрохолдинг, мы приглашаем фермеров, мы приглашаем как вступить в ассоциацию, платить небольшие членские взносы на уровне тысячи долларов в год, а вот так и вступить просто в экспертное сообщество, которое без членских взносов, что внутри этого клуба сообщество обменивается, опытом обменивается. знаниями, обменивается, контактами, экономить время. У нас в России очень дорогие деньги, потому что у нас классальные транзакционные издержки. Если мы уменьшим эти транзакционные издержки, сможем быстрее находить нужных нам заставщиков, нужных нам сотрудников, а сотрудники смогут находить нужных для себя работодателей. У нас, я думаю, будет рост экономической эффективности, производительности труда и экологическая безопасность гораздо-гораздо быстрее. Алексей Владимирович, время. Ну, я про деньги скажу. У нас на этот год... Коротко, пожалуйста, мы выбиваемся из графика. Николай Васильевич, хорошо, я вам сейчас хочу сообщить, что в этом году из премьера Борисова подтвердил, что на гражданскую электронику и программу обеспечения выделяется беспрецедентное количество денег, которого никогда не было. То есть, государство активно показывает в лице кемьера и профильных министров, что эту тему будет однозначно развивать и развивать эффективно. И сейчас деньги даются тем, кто будет не просто делать какой-нибудь прототип, как это когда-то доисторические времена было, писать какие-то концепции, тот, кто будет создать продукт, который будет востребован на рынке. У меня все. Спасибо. Спасибо.